Доброе утро! Это включение северной столицы. Комиксы. Многие ошибочно называют их продуктом американской культуры. Между тем, первые истории, рассказанные в картинках, появились еще в 17-18 веках в Европе. В России традиционно называть комиксы искусством решаются немногие. И совершенно зря. Это явление все больше входит в нашу повседневную жизнь благодаря своей простоте и всеобщей доступности. Илья Абухов. Российский художник комиксов. Рисованием заразился в детстве. Когда в летние месяцы у бабушки делать было особо нечего, заполнял своими рисованными историями школьные тетради. С годами детское увлечение переросло в осмысленное взрослое занятие. Где-то подсматривал, где-то что-то читал. Очень много фильмов помогало, потому что очень много было американских фильмов, где непосредственно рассказывалась вот эта нелегкая жизнь художников комиксов. Мне всегда это было интересно. Я за этим всем смотрел, следил. Ну, конечно, до многого доходил сам. То есть то, что есть сейчас, какая информация в интернете, тогда этого не было. Из-под его пера вышло уже несколько книг. Впрочем, комиксы для Ильи это скорее хобби. По словам художника, деньги на этом поприще в России не заработаешь. В этом легко убедиться, заглянув в один из редких специализированных магазинов, рисованных историей Петербурга. Покупателей хватает, но о настоящей популярности говорить не приходится. Говорить о том, что мы в ближайшие несколько лет приблизимся к тому уровню, который сейчас есть в Европе, это бессмысленно. То есть есть люди вроде нас, которые стараются как-то развить это направление и объяснить людям, что комиксы – это такой же жанр литературы, как и обычные книги. Просто он графически исполнен. Вопреки общему мнению, что комикс – это прежде всего красочно иллюстрированная книжка для детей и подростков, уже много лет большая часть книжных мультов издается для людей среднего возраста. Некоторые произведения становятся классикой жанра, по-другим снимают фильмы, которые получают Оскаров. Здесь проблема не комиксов, здесь проблема тех, кто воспринимает эти комиксы. Если они остановились на комиксе, рисовали комикс «Мастер и Маргарита». Если человек остановился только на этом комиксе и не прочитал вулгековские произведения, ну, это уже проблема человека, а не комикс. Комикс всего лишь форма. В ноябре Петербург с визитом посетил «Поп-ап комикс-центр» – финский проект, который колесит по всему миру, обучая всех желающим основам рисования комикса и другим форматам современного искусства. «Поп-ап комикс-центр» – это как раз миниатюра того центра, который действует в Хельсинки круглый год. Мы приезжаем в разные города на одну неделю и ведем мастер-классы, устраиваем выставки, говорим о комиксах и уличном искусстве. Один из инициаторов проекта – финская художница Кайса Лека. Несколько лет назад она потеряла обе ноги, но не стесняется говорить об этом и обсуждать проблемы инвалидов. Она известна в Европе благодаря своим комиксам. Более того, Кайси считает свои рисованные истории уникальным инструментом для решения серьезных проблем. Я думаю, именно в комиксах и можно поднимать серьезные и зачастую неудобные для большинства людей вопросы. Многие относятся к комиксам исключительно как к развлечению. И это возможность для нас под видом легкого жанра достучаться до многих людей, которые просто не хотят обращать внимание на многие вещи. Язык комиксов интернационален. Мастер-классы финского проекта тому яркое подтверждение. Создать свою историю в картинках может любой ребенок. Впрочем, комикс-центр этим не ограничивается. Мастер-классы по паблик-арту и стрит-арту для России пока в новинку. Когда я рассказываю или веду мастер-класс по стрит-арту, то пытаюсь донести до людей, что стрит-арт – это возможность диалога с городом. С помощью него вы можете поднять различные вопросы. Как вам живется в этом городе, как вы себя чувствуете в большом городе. И это хорошая возможность поразмышлять над этим. Самым известным направлением стрит-арта в нашей стране по праву считается граффити. Можно долго обсуждать, являются рисунки на стенах искусством или вандализмом. Но то, что это явление набирает все большую популярность, бесспорно. Форма искусства или точнее городского творчества, поскольку она основана на энтузиазме, она часто или, как правило, бесплатна. И она делается теми людьми, которые просто любят это делать, которые посвящают этому свою жизнь. То есть такая форма городской креативности, наверное, стрит-арта бы не было в том виде, если бы у него не было благодарных зрителей. Можно рисовать комиксы, писать граффити, разукрашивать трафаретами городской асфальт или заниматься ярнбомбингом, обвязывая встречные фонарные столбы разноцветной пряжей. Способы своего творческого самовыражения разнообразны. Главное, чтобы от этого не страдали окружающие вас люди. Тимур Мамонов, Антон Голубев, Владимир Пивнев и Андрей Клемешов. Первый канал. Петербург. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова